МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Гродно+. В студии Александр Латынин. Сегодня в нашем выпуске. Число обращений на прямые линии в Гродненской области самая низкая в Беларуси, однако актуальные темы жители города и области продолжают поднимать. Диалог власти с населением продолжается. Председатель Гродненского городского совета депутатов Анатолий Никитин встретился с членами информационного клуба «Ветеран». Вместе в защиту жизни и семьи в Гродно стартовала масштабная акция, посвященная сохранению нравственности и семейных ценностей. Идея на миллион. Начинающие предприниматели приняли участие в седьмом инвестию Кинди. Театральный капустник. Традиционным мероприятием Гродненский областной театр «Кокол» отметил Всемирный день театра. Темы приватизации жилья и ремонта дорог стали основными во время работы сувотних прямых телефонных линий представителей власти. В этот раз с населением города и области общались заместители председателя облсполкома Владимир Дишко и первый заместитель председателя горосполкома Борис Фёдоров. Было отмечено, что количество звонков на прямые линии с каждым разом снижается. Тем не менее, разговоры с властью не утрачивают свою актуальность. Тему продолжит Артём Новицкий. Разговор с властью, прямые телефонные линии продолжают работу в Гродненском регионе. Диалог с населением области по традиции прошёл в эту субботу в областном и городском исполкомах. По статистике больше всего обращений по вопросам приватизации. В этом направлении работа с людьми ведётся постоянно. Впрочем, как заверил вице-губернатор Владимир Дишко, в целом по региону ситуация значительно улучшилась. Количество звонков на прямую линию сокращается, а число обращений на тысячу жителей в Гродненской области – и вовсе самое низкое в Беларуси. Количество звонков постепенно уменьшается. И постановочные вопросы тоже, так сказать, не такие острые, как были, скажем, когда проходили первые линии. Это говорит о том, что действительно результат есть. Работали даже без, не только отвечая на прямые линии, а и в течение между линиями коммунальная служба, ЖКХ, транспортная, так сказать, исполнительная властная в местах активизировала свою работу и больше работаем на упреждение. Не менее остро стоит и вопрос дорог в регионе. И если основные магистрали области регулярно модернизируются, то в городе ситуация обстоит несколько иначе. Порядка 250 километров гродненских дорог, преимущественно в секторах частной жилой застройки, остаются незаасфальтированными. В одночасье решить эту задачу городские власти не в состоянии. Поэтому в первую очередь чиновники стремятся правильно разъяснить ситуацию, а уже там, где возможно, оперативно решить возникший вопрос. Конечно, звонят на обстоятельства и теми же вопросами. Но для этого и вот так сейчас активизированы прямые линии, чтобы они на разных уровнях одновременно проходили. Простое поручение сразу, где-то чья-то неразворотливость, нераспорядительность. Да, в общем-то, может, что-то чего-то не видели. Это все решается, это все простые вопросы, так скажем. И есть вопросы сложные, которые по причине финансовых трудностей, по иным каким-то моментам не могут быть решены сейчас. Человеку надо правильно объяснить и рассказать. Правильно объяснить – это не менее важно. Ну а то, что возможно, конечно, нужно решать. Несмотря на снижение количества звонков на прямые линии, работа с обращениями граждан прекращена не будет. Ведь многие проблемы имеют сезонный характер. И, возможно, в ближайшую субботу повод задать интересующий вопрос представителям власти у каждого из нас появится вновь. Артем Новийский, Сергей Печерица. Новости Гродно+. Председатель Гродненского городского совета ветеранов Анатолий Никитин встретился со Старой гвардии областного центра. Ежемесячно проходят заседания клуба «Ветеран», куда каждый раз приглашаются первые лица города, представители предприятий и различных служб. Гродненские ветераны, несмотря на возраст, продолжают принимать активное участие в общественной жизни. Самые разные вопросы обсуждаются ежемесячно на заседании информационного клуба «Ветеран». На встречу с гродненцами приходят представители органов власти, руководители социальных служб, специалисты системы здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. Людей, как правило, волнуют проблемы ЖКХ, благоустройство дорог и дворов, работа общественного транспорта, медицинское обслуживание. Несмотря на свой плотный график работы, сегодня в гости к ветеранам пришел председатель Гродненского городского совета депутатов Анатолий Никитин. Я нашел время, знаю, что здесь собралось, человек, наверное, 50-60 ветеранов, прийти к ним и спросить еще раз, какие у них проблемы. Рассказать им, чем живет город, какие трудности есть, как мы сейчас готовимся к 70-летию Великой Победы. Вот я им рассказал в течение 15-20 минут, все остались довольны, да и вопросов всего лишь два задано, которые, я думаю, мы решим в течение одного-двух дней. По словам Анатолия Никитина, небольшое количество вопросов говорит в первую очередь об эффективности прямого диалога власти с населением. Проблемы стали решаться людей. Раньше, если была такая система, что запишись на прием, да еще, если большая очередь не запишут, приди на прием к соответствующему начальнику, так сейчас поменялось, ну, кардинально эти вопросы. Начальники сейчас выезжают к людям. Сейчас председатель и сполкома, и областного, и районных сполкомов. В субботу с 9 до 12 их заместителей проводят прямые линии. Информационный клуб при Гродненском городском совете ветеранов существует уже более 20 лет. В него входят участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, вооруженных сил, правоохранительных органов. Следующее заседание клуба запланировано на 27 апреля. Наталья Иванченко, Андрей Шмыгин, Сергей Печерица. Новости Гродно+. Как привесть молодежи бережное отношение к институту семьи и сократить количество искусственных абортов? Эти вопросы и стали лейтмотивом акции «Вместе в за счету жизни, нравственных и семейных ценностей». В городе были организованы семинары, круглые столы, работа волонтеров на улице, прямые линии в женских консультациях. Также в день проведения акции в организациях здравоохранения не проводились аборты. Обо всем подробнее Юлия Косила. В Гродненской области самое высокое число абортов в Беларуси. За прошлый год их сделали 2,5 тысячи женщин. К сожалению, упал и уровень рождаемости. В 2014 году появилось на свет чуть более 13 тысяч малышей. Сегодня демографическую ситуацию в регионе проанализировали во время масштабной акции «Вместе в защиту жизни, нравственности и семейных ценностей». При поддержке Министерства здравоохранения, руководства области и православной церкви в Гродно прошел семинар и круглый стол, посвященный воспитанию семейных ценностей и профилактике абортов. К слову, это направление политики сегодня развивается не только на словах. Государство предприняло в законодательном порядке целый ряд инициатив, поощряющих сегодня рождение ребенка. Это и семейный капитал, который будут получать женщины, родившие третьего и последующего детей. Это целый ряд изменений в закон о здравоохранении, где сегодня врач может отказаться от выполнения аборта, если это не несет вреда и не чревато жизни женщине. Современные нравственные ориентиры сегодня далеки от желаемых. Яркий пример – растущее количество абортов. Ежегодно в мире их совершается около 60 миллионов. В Гродницкой области для женщин, которые решились на такой шаг, созданы кабинеты психологической помощи и благодаря им уже удалось спасти не одну жизнь. Во время круглого стола проанализировали результаты такой работы, обсудили формирование у молодежи позитивного отношения к семейным ценностям, а также возможности церкви в их сохранении. В обществе принципы нравственные, к сожалению, иногда меняются, меняются не в лучшую сторону. В то время как в церкви грех, он всегда остается грехом. И то, что было грехом 2000 лет назад, то и сейчас остается. Поэтому церковь и может на данный момент предложить как раз-то те принципы, которые могут оздоровить общество, которые могут помочь обществу избежать катаклизма, коллапса. Призывали обратить внимание на проблему абортов сегодня и в Гродненских вузах. Участники волонтерского движения «Доброе сердце» делились информацией об опасностях прекращения беременности и преимуществах материнства. Сегодня в Гродно стартовала акция, которая пропагандирует семенные ценности сохранения жизни ребенка против абортов. И поэтому сегодня Гродненские студенты университета имени Янки Купала защищают и распространяют акцию, которая предполагает в себе защиту вот этих ценностей. По статистике, 15% рожениц в области – это многодетные мамы, а около 40% рожают второго ребенка. А это уже положительный результат. Сейчас приоритетное направление государственной политики – сравнять уровни рождаемости и смертности в стране. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев, Новости, Гродно+. Реальная помощь начинающему бизнесу. Эксперты, опытные предприниматели и инвесторы собрались вместе на базе Купаловского вуза, чтобы помочь начинающим предпринимателям разработать и оценить свои бизнес-проекты. Такова главная идея «Инвест-юикенда», которая уже в седьмой раз проводится в нашем городе. Организует мероприятие областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей. О наиболее интересных задумках – в репортаже нашей съемочной группы. Инкубатор талантов. Пока чиновники в кабинетах решают, что делать с экономикой завтра, предприимчивая молодежь пытается изменить ситуацию сегодня. В Гродно прошел очередной, уже, к слову, седьмой по счету, «Инвест-юикенд». Для того, чтобы открыть свой бизнес, нужно сделать первый шаг. И вот «Инвест-юикенда» – это стартаповское движение, это первый шаг в бизнесе. Сейчас более, может быть, пошли, и молодежь, более информационные технологии. Больше сейчас уделяют внимание именно развитию туризма, оказанию услуг, то, чего, в общем-то, в Гродно не хватает. Если мы хотим, чтобы у нас Гродно был настоящим туристическим центром, то молодежь это видит и как раз предлагает эти варианты. Модное слово «стартап» в дословном переводе означает «запускать», создавать что-то новое. В Беларуси это новое, как оказалось, неплохо адаптировалось. Пока большой бизнес решает старые, наболевшие вопросы, молодые предприниматели то и дело удивляют новыми идеями. Вот и студент Белорусского экономического университета Александр свой путь к успеху видит в сфере общественного питания. «Создание вендинг-кафе, автоматизированного кафе, то есть получается создание общественного питания с помощью автоматов, когда не требуется персонал, получается, и быстрое приготовление, и достаточно низкие цены на продукты питания. То есть вы, получается, в торговом автомате покупаете какой-либо вид еды, который вам понравится, и он, получается, за 30-60 секунд готовится, и вы его забираете». Таких здесь десятки, и у каждого своя идея на миллион. Но чтобы его заработать, одной задумки явно недостаточно. Реализация проекта в реалиях белорусской экономики – первое, на что обращают внимание специалисты по венчурным инвестициям. Выбрасывать деньги на ветер, так же, как и заниматься благотворительностью, здесь никто не будет. Однако за оригинальность и неординарные решения готовы платить вдвойне. «Услуга должна быть актуальна, она должна быть конкурентоспособна, люди должны покупать этот продукт, либо пользоваться услугой. Нужно посмотреть обязательно какие-то проекты за рубежом, потому что чаще всего из-за рубежа к нам приходят отличные идеи, и здесь уже реализуются. Я думаю, что это процентов 80 всех идей». В роли экспертов – представители крупных компаний из Гродно и Минска. Их работа – вкладывать деньги в рискованные студенческие проекты, в надежде на то, что они выстрелят. Это они решают, какой из десятков идей будет дана путевка в реальный бизнес. «Авторы проектов рассказывают свои идеи, предложения, запрашивают то, что им нужно для проекта. То есть это может быть как финансы, так это могут быть какие-то профессионалы, члены, участники команд. Все это они находят зачастую на этих мероприятиях. То есть нужно посещать как можно больше таких мероприятий, таких как стартап-уикенд, инвест-уикенд, которые проходят в Минске, в регионах. И искать партнеров, искать какие-то связи, и учиться, и шлифовать свою идею, и тогда все получится». Идея проведения инвест-уикендов в Гродно не нова. Впрочем, появлению новых, оригинальных решений для собственного бизнеса это нисколько не мешает. Ведь здесь, как нигде, главное – не победа, а именно участие. Артем Новицкий, Сергей Печерица. Новости Гродно+. Актеры даже в профессиональный праздник радуют зрителей своим творчеством. Во Всемирный день театра в Гродненском областном театре «Кукол» прошел капустник. Делать его в международный праздник – это добрая театральная традиция. На сцене наградили лучших актеров, а также представили зрителям различные номера. В фойе были организованы сразу три выставки. Купить билеты на театральный капустник было непросто, но нашему корреспонденту все же удалось побывать на празднике. 27 марта во всем мире отмечается День театра. Гродненский театр «Кукол» в честь такого праздника приготовил традиционный капустник. Шуточное представление актеров для своих – капустки, так их называли в XIX веке, вначале получили широкую известность в небольших провинциальных городах. Позже театральное закулисье стало достоянием публики. И сегодня ни один театр не обходится без любимого всеми капустника. А наш Гродненский кукольник ежегодно во Всемирный день театра радует зрителей капустными вечерами. Актер Александр Инжиевский рассказал, откуда пошло такое интересное название. Они проводились, в принципе, если уходить глубоко в традиции, после каждого спектакля. Потому что спектакли заканчивались где-то в часов 10-11 вечера, и актеры шли в ближайшее какое-то заведение, ну, пятейное, ну, просто заведение какое-то. И актеры никогда не были особо богатыми, поэтому они там пили чай и ели самое дешевое, что было в этом заведении – это пирог из капусты. И во время вот этих вот традиционных посиделок они читали друг другу стихи, импровизировали там, разыгрывали какие-то сцены. И вот так вот эти вечера стали называться капустники. Она проснулась. Это ты, Ателла? Да, Десдемона. Ты не ляжешь спать? Ты перед сном молилась? Десдемона? Да, дорогой, я каждый раз молюсь, как только лицо твое увижу. Помимо юмористических номеров, актеры театра продемонстрировали зрителям и свои вокальные данные. Это были не просто музыкальные номера, а великолепно поставленные мини-спектакли. Секрет заключается, что это, конечно, большая работа, потому что этот праздник, он только кажется все так воздушно, красиво. На самом деле это большая работа, актерская, костюмер. Наши много поработали. Работы проделано действительно много. Помимо театральных и музыкальных сюрпризов, театр «Кукол» организовал три выставки. Сергей Курил запечатлел на фотографиях моменты из театральной жизни актеров. В фойе можно было полюбоваться работами гронинского художника Олеся Сурова. А для «Кукол Виктория» Типиной создали сказочный укромный уголок. Она, художник-постановщик театра «Кукол», обожает своих ангелов. Сначала я говорю с ними, я в них вдыхаю какие-то чувства, потом они мне их отдают, потом я начинаю с ними говорить, они со мной, то есть у нас обязательно диалоги, то есть и расстаюсь я с ними крайне редко и очень тяжело. Всем зрителям в честь Дня театра вручили сувениры ручной работы. Те же, в свою очередь, наградили директора Марию Антоновну почетной грамотой с подписями благодарных ценителей театрального искусства. Дорогие наши зрители, поздравляю вас с таким чудесным праздником, потому что мы вас очень любим и знаем, что вы вместе с нами празднуете этот праздник и празднует весь мир. У нас очень много сегодня поздравлений пришло из-за рубежа и от наших коллег из Белоруссии, из России, поэтому я от чистого сердца хочу вас тоже поздравить. Я думаю, что вы нас по-прежнему любите. Увидеть, как воодушевленно пел на сцене режиссер театра и как развернулись отношения Дездемона и Отелла, вы сможете в программе «Культурный вечер» в четверг после вечернего выпуска новостей на канале Гродно+. Вероника Цыганок, Юрий Дубовик, Новости Гродно+. На текущей неделе в Беларуси ожидается сырая и ветреная погода. В последний день марта погодные условия будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. На большей части территорий пройдут осадки, в основном дождь. Местами ожидается усиление ветра. Дневная температура от 4 до 10 градусов тепла. Апрель также начнется ненастной погодой. Ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветер. Неустойчивая погода сохранится и в выходные. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными в связи с ухудшением погодных условий. Водителям следует во время сильных осадков двигаться со включенным ближним светом фар, выбирать безопасную скорость движения, пешеходам не провоцировать водителей на резкое торможение, а в темное время суток обозначать себя свето-возвращающими элементами. С эфирным телевидением «Зала» от Белтелеком смотреть любимые передачи на даче – это просто. Более 40 популярных каналов в цифровом качестве. Телефон – 130. Сайт – зала.by. Еще больше информации вы всегда сможете найти на нашем сайте www.grodnopolis.tv.by Выпуск продолжит Анастасия Бояринцева, которая расскажет о новостях спорта. Оставайтесь с нами. Приятного вечера. Здравствуйте. Национальная сборная Беларуси по футболу одержала свою первую победу в отборочном цикле чемпионата Европы. Скопье белорусы выиграли у команды Македонии 2-1. Матч выдался трудным для гостей. Уже на девятой минуте хозяева поля вышли вперед. Однако затем в действиях белорусских футболистов появилось больше организованности и слаженности, в чем немалая заслуга вернувшегося в сборную Александра Глеба. Именно с его подачи над последней минутой первого тайма Тимофей Калачев дальним ударом сравнял счет 1-1. После перерыва наше давление на ворота македонцев усилилось и на 82-й минуте Сергей Корнеленко забил решающий мяч. Это была первая победа под руководством нового главного тренера Александра Хацкевича. И первая гостевая виктория белорусов после сенсационного выигрыша в Париже у французов в 2010 году. В нашей группе состоялись еще два поединка. Испания была сильнее Украины 1-0, а Словакия выиграла у Люксембурга 3-0. Сегодня наша сборная в Турецкой Анталии провела товарищеский спарринг с командой Габона. Счет так и не был открыт. 0-0. Неожиданный результат зафиксирован в Чехии, где хозяева не сумели обыграть Латвию 1-1. А вот результаты других поединков с участием стран постсоветского пространства. Эстонцы проиграли в Швейцарии 0-3. Литва уступила в Англии 0-4. Армения не устояла в Албании 1-2. Грузия на своем поле потерпела поражение от Германии 0-2. Азербайджан дома выиграл у Мальты 2-0. Россия играла в Черногории. На 68-й минуте при счете 0-0 сразу после не реализованных гостями пенальти немецкий судья прервал матч и увел команды с поля. Причина – хулиганские действия болельщиков, один из которых фаером угодил во вратаря россиян Игоря Акинфеева. Тот получил ожоги и был немедленно доставлен в местную больницу. К счастью, его жизни ничего не угрожает. Прерванный матч так и не возобновился. Такое решение было принято арбитром после консультации с главой УЕФА Мишелем Платини. Грузинский Неман в рамках подготовки к предстоящему ответному матчу на Кубок Беларуси с Борисовским Батте провел еще один товарищеский поединок. В Вильнюсе команда Сергея Солотовникова встретилась с лидером 1-го литовского дивизиона Тракаем. Счет 4-1 в пользу Немана. У гостей дважды отличился Андрей Хачатурян, а также Артур Бомбель и Василий Журневич. А на этом у меня все. Более подробно об этих и других спортивных событиях мы расскажем завтра в передаче «Спортобзор». Болейте за наших. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok